Эти пациенты здесь не из-за букетов хронических заболеваний. Как известно, в этом юбилейном году по инициативе Краевой и Городской администрации, участникам боевых действий, а также всем сочинцам, приравненным к ветеранам Великой Отечественной, оказывается повышенное внимание, в том числе и со стороны здравоохранения. Медицина обеспечивает их дополнительно амбулаторной, профилактической помощью и социальной поддержкой. Врачи 5-й Дагомысской больницы уверены, помимо медикаментозного лечения, этим пациентам необходима забота. Я бы не сказал, что это акция. Акция – это наша память, она должна быть круглосуточной, ежегодной. Ветеранам особый почет и уважение не отказываем ни в чем. Мы пытаемся приложить все силы, чтобы их здоровье продлилось еще на какие-то годы. Ветераны – участники, труженики тыла на больничной койке проводят от 7 до 12 дней. Лечение согласно диагнозу. В большинстве случаев врачи им назначают физиотерапию, диетотерапию, опять-таки медикаментозное лечение. В обязательном порядке проводят дополнительные исследования – УЗИ, ЭКГ, рентген. Еще один пункт оздоровления – прием витаминов, фруктовые тарелки – обязательный в рационе. Ведь у многих отмечают медики лишь проблемы с памятью или со слухом. Коллектив 5-й больницы обеспечил этих пациентов преклонного возраста всем необходимым. В ответ больные не устают благодарить каждого сотрудника. Пишут им благодарственные письма, а иногда устраивают и небольшие концерты. Поют свои любимые песни они, конечно же, о войне. Лежит здесь и супружеская пара Валентина Леонтьевна и Октябрь Афанасьевич Терещенко. Он – участник Великой Отечественной, воевавшей на Ленинградском фронте. Десятки лет они проработали в одной догомысской школе. Он директором, она учительницей начальных классов. Друг друга сопровождают и в горе, и в радости вот уже 60 лет. Если бы вы знали, что вы знаете, что это за люди. Это чудесные, чудеснейшие люди. Алла Владимировна, каждое утро уже слышу топот ее каблучков. Бежит, бежит, бежит. Кругом я уже знаю по походке. Я уже слышу ее голосок такой нежный, такой добрый, такой ласковый. Большое спасибо. Я был вообще больной, а сейчас я уже начал броситься домой. Подправив здоровье, многие из них смогут принять участие в праздничных митингах. Это то, о чем они так мечтали. Встретиться с товарищами, возложить цветы к могилам солдат. При желании сочинские ветераны смогут попасть и на Красную площадь. Ко дню победы перелет для участников войны в столицу бесплатный. Елена Овсецна, Инга Габеша и Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.